Всем привет, друзья! С вами Дмитрий и УАЗ Патриот 2019 модельного года. Как вы знаете, недавно я совершил поездку по маршруту Харовск, это Вологодская область, город, где я живу, Москва, Тула. И обратный маршрут был Тула, Домодедово, Москва и Харовск. Я вам обещал подготовить финансовый отчетик по этой поездке, что там по литражу получается и что там получается по деньгам. Сейчас я вам продемонстрирую нарезочку из этой поездки, разные интересные моменты и непосредственно заправки. А в конце будет вот этот как раз обещанный финотчет по чекам. В общем, расстояние получилось 800 километров где-то. То есть, вот, все вам продемонстрирую. Смотрим. Насчет оборотов вам сниму роличек. Что, смотрите, я еду сейчас почти 120, могу до 120 разогнаться. Скорость комфортная. Двигатель я тоже не слышу. Вот, обороты, как вы можете видеть, 3500. Я считаю, нормально. До 4000 двигатель вполне чувствует себя прекрасно. Хотя до 4500 его можно смело крутить по тахометру. Ну вот. Это о шестой передаче к вопросу. То есть, вот для себя я, честно говоря, необходимости такой не вижу. Нормально и хватает динамики у мотора. То есть, на обгонах там где-то чего-то хорошо себя ведет. То есть, вот, тут у меня претензий нет. Но вы тоже можете, в принципе, слышать и видеть. Вполне комфортно. Что, покажу вам жизнь патриота на МКАДе. Сейчас вот въезжаю как раз. Тоже, я думаю, интересно будет посмотреть. Сегодня приморозило. Вот сейчас солнышко пригрело. Еще, видимо, реагентами полили все. На дороге мокро все равно. Вот туда. Все. Продолжение следует... Так, ну вот, начинается... Начинается великое стояние, по ходу дела. Хотя время еще, в принципе, нормально. Может, проскочу. По МКАДу мне 36 километров сейчас надо проехать. Да, поворотом на Ярославку. Так, ну тут, в принципе, я думаю, что ничего интересного не будет при таком трафике. Так, займу я левый ряд крайний. Хотя тут не быстрее, конечно, движется поток. Ваток. Так, ну, короче, ничего пока интересного поставлю на паузу. Потом побыстрее поедем, то включу. Ну вот, вроде, повеселее поехали. Давайте посмотрим. Так, ну вот. Как быстрее бы датчик дождя пришел. Не пришлось бы мне постоянно к дворникам тянуться. Про датчик дождя. Смотрим отдельный ролик у меня на канале. Я там все написал, откуда, сколько и как это дело все устанавливается. Придет, покажу. Установку. Так, а тут ремонт идет из стакана. Вот, вот оно в чем дело. Хотя, дальше, наверное, тоже мы быстрее не поедем. Как надо проскакивать либо поздно вечером, либо ночью, либо рано утром. Хорошо, что я живу не в Москве. Я представляю, как вот каждый день вот так вот толкаться. Я рад, что я даже не в Вологде живу, потому что в Вологде тоже теперь транспорта стало много. В часы пик весь город стоит. Не рассчитывали советские проектировщики на такое количество личного автотранспорта. Снова поясили и поехали. Надо быстро остановиться, посмотреть колесные диски. Похоже, что где-то там лед налип. Немножко биение идет на руль. Не люблю зиму по этой причине. Налипают, особенно где песком посыпают, там еще песок туда набьется. А на мойке бывает, этот весь песок съедет вниз. Его еще, бывает, не вымоют оттуда. Такой балансир снизу на колесе, там образуется в каком-нибудь из мест. Уезжаешь с мойки, морозом его прихватывая. И потом приходится все это дело оттирать. От колеса, от обода. С внутренней стороны. Конечно, в этом плане не очень, не очень удобно. Ну, на всех машинах такая беда. А не, вот сейчас дисбаланс пропал, кстати говоря. Наверное, отлетел, наверное, кусок растаял. Опять стоим. Осталось 23 километра до Ярославки. Ну, а дальше уже, можно сказать, что на финишную прямую там уже быстро. Ну, вот, на родную Ярославку я поворачиваю. И в этот момент кто-то меня хочет слышать по телефону. Так, перезвоню попозже. Так, ну вот. На финишную прямую, что называется. Так, тут по пути Лента будет. Надо будет заехать. Что-нибудь купить. Пить хочется. Главное, поворот не пропустить. Ну, вот, заправка. Сейчас мы зальем бензинчиком. А я отчитаюсь, на какую сумму это выйдет. Так, сейчас 95-й по традиции. Лукойловский. Сейчас, муточку. Так, машину глушим. Пойду я. Темный туалет. Почему-то свет не работает. Так. Ну, вот, взрывается. Так, все, видели, да? Так, свечки. Пойду платить. Так, все. Вот у меня чек. Так, ну-ка, давай фокусируйся. Вот. Вот сумма. Поехали дальше. Поехали дальше. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Наконец-то я приехал. Так, ну-ка, припарковаться. Так, все, приехал, ура. Так, в общем, две заправки было совершено, которые я показывал. Вот эти чеки. Значит, чек раз. Так, сейчас я так не путем распрямлю, не хочется прямо лежать. Так, вот так вот. Раз чек. Два чек. Вот на эту сумму была произведена заправка. Значит, пробег в одну сторону получился где-то 800 километров. Вот так вот. Смотрите. Все, всем пока. Пошел я спать, устал. До встречи на канале. Так, друзья. Вот мы посмотрели ролик и путем нехитрых арифметических вычислений определили, что расход у нас за эту поездку составил 12,8 литра на 100 километров пути. Что, в принципе, подтверждает наш предыдущий замер. Я считаю, это очень достойно. Режимы движения вы видели. Это и трасса, это и город, это и скорость до 140 километров в час. То есть, ульяновцы молодцы. Замечательно. Пробег 20 тысяч километров. Вот. Делайте выводы. Всем пока. До новых встреч на канале. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok